Власти Красноярского края планируют в 2020 году выделить до 2 миллиардов рублей на обновление парка легкомоторной авиации для борьбы с лесными пожарами. Это позволит усилить авиационную группировку, которая эффективнее всего контролирует и тушит возгорание. 14-й Неванский. 14-й Неванский, вот его слокализован, сегодня должно быть под ликвидацию. Каждое утро в лесопожарном центре собирается штаб, который уточняет текущую информацию по пожарам в крае. Сейчас на территории региона действует 220 лесных пожаров на очередной площади 760 тысяч гектаров, в том числе и в так называемой зоне контроля. Зона контроля это отдаленные, труднодоступные территории, в которых доставка сил и средств затруднительна, и решение по их тушению принимается краевой комиссией. Тем не менее, ущерб от огня достаточно большой. Теряются леса, выделяются серьезные средства на тушение. Сейчас лесопожарный центр достаточно хорошо оснащен спецтехникой, именно поэтому огонь удается держать в узде. В арсенале у лесных огнеборцев четыре спецавтомобиля, предназначенные для управления всеми силами и средствами, которые используются на тушении пожаров. Располагается на стратегической высоте. Управляет он и автомобилями, и самолетами, и вертолетами, и непосредственно людьми, которые работают на пожарах. Однако лесопожарный центр пришла пора переоснащать. Главным образом усиливать его легкомоторной авиацией. Пожары проще тушить, если их удается рано обнаруживать на малых площадях. Уже через год на приобретение 30 единиц самолетов и вертолетов может быть выделено до 2 миллиардов рублей. За 5 лет серьезные вложения в легкомоторную авиацию могут окупиться, особенно в той связи, что на самом деле вот такой опасный период, когда эта техника будет задействована, он длится не так много, а на протяжении всего года ее можно использовать в коммерческих целях, для санрейсов и многих других вещей. Напомним, 22 июня в связи с ухудшением лесопожарной обстановки постановлением правительства края в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации. С огнем каждый день борются более тысячи человек и 100 единиц техники, в том числе 30 воздушных судов. Дмитрий Бузов, Александр Шахаданов, Вести, Красноярск.